Приветствую всех на канале Шинный Эксперт, как всегда с вами в студии я Владимир Вавилов и мой друг и коллега Андрей Назаров. Последнее время в интернет пространстве появляется очень много роликов, которые посвящены сравнению шин Нокен Хакапелита и автограф, айкон и следующие за ним модели. Мы сделали с Андреем один ролик, где сравнили Хакапелиту 9 Нокен с автографом IS-9. Но у нас там было некое несоответствие, потому что на тот момент мы не могли найти шины одного размера. Нам ряд наших подписчиков написали об этом и попросили соблюсти чистоту эксперимента и сделать сравнение объективное, когда один и тот же размер и соответственно шины предназначены для одного типа автомобиля. Итак, друзья, у нас в кадре на сегодняшний день вот у меня эта шина, значит, Айкон автограф IS-9 SUV и у тебя Нокен Хакапелита 9 SUV. Значит, оба размера у нас 215-60 R17, 100T, если не изменять память, да, экстралоуд, то есть обе шины у нас усиленные. Да, и невооруженным взглядом видно, что рисунок протектора полностью идентичен у обеих моделей. Да, он направленный. Давайте мы решили сегодня, так сказать, кратко вот это как бы все обсудить еще раз и поставить, наконец, такую жирную точку. Насколько все-таки эти шины похожи и есть ли различия. Значит, с точки зрения внутреннего строения, мы с Андреем посмотрели, значит, обе шины, значит, два слоя полиэстера, два слоя стали и нулевой слой из полиамида. Да, полностью идентичны. По рисунку протектора, еще раз, мы даже с Владимиром для наглядности выделили отдельные сегменты, и они полностью совпадают. Количество, расположение шипов, рисунок протектора и формы блоков. То есть, грубо говоря, вот на сегодняшний день, если мы будем говорить, что приблизительно пятно контакта, это вот площадь моей ладони, если вы внимательно смотрите, у нас получается в каждом пятно контакта, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть, по восемь шипов. Если говорить о центральном ребре, толщина его одинаковая. Вот эти два блока, которые отходят от центрального ребра, тоже они идентичны и по величине, соответственно, и по своей форме, ну и по количеству ламелей. То же самое, здесь у нас полное совпадение. Ну, а все объясняется просто тем, что используются ровно те же самые пресс-формы с некоторым изменением их боковой части, где отображается название бренда и модели. Еще один момент. Значит, мостообразные перемычки между плечевыми блоками и в Айконе, и, соответственно, в Хакапеллите. Девять тоже присутствуют. То есть, мы вам, так сказать, констатируем, что пресс-форма полностью одинакова и соответствует. Так же, как и расположение шипов. Единственное, что шип в Айконе, это новый шип Бабочка, который они разработали. И они в плечевой зоне его развернули под другим углом. А здесь два разных типа шипа. В Хакапеллите 9, с чем они и пришли с этой новинкой в 2017 году на рынок. Совершенно верно. Фактически, суть технологии сохранена, что шипы по-разному сориентированы в центральных и боковых частях. Это полностью, можно сказать, имитирует это решение. Опять же, форма шипов – это всё-таки больше работа маркетологов, нежели чем имеет какое-то прикладное значение. Шип любой формы, его основная задача – это проколоть водяную плёнку. Основная часть торможения – это резиновая смесь об сухой лёд. Чтобы добиться и добраться до него, надо проколоть водяную плёнку, чтобы резина работала на сухой ледяной поверхности. Скажем так, проколоть не только водяную плёнку, а проколоть водяную плёнку со льдом. Всё-таки шип у нас втыкается в лёд. Ясно, что я соглашусь с Андреем, маркетинг придумывает различные формы сердечников, вытянутые, в форме звезды, в форме бриллианта. Основная задача шипа – это грани, которые должны тормозить. Каждый шип должен оставлять независимую дорожку, чтобы количество этих дорожек будет определять эффективность торможения. Мы с этим определились. У нас рисунок протектора одинаковый, форма блоков одинаковая, все элементы одинаковые, количество шипов. Глубина протектора в обеих шинах – 13,3 мм. Это тоже мы вам подтверждаем. Я предлагаю перейти к самому важному. Нет, ещё твёрдость, твёрдость я померил. Как раз-таки об этом я и хотел сказать, что измерение твёрдости – это косвенное сравнение состава резиновой смеси. Потому что именно по этой характеристике, потому что спектральный анализ у нас нет возможности провести. Даже химически мы не можем разделить резину на какие-то микроэлементы и определить, какое количество натурального каучука, какое галогеновое или галогеновое будет одиеновое, сколько добавили силики, сколько добавили углерода, различных масел. То есть мы этого сделать не можем, потому что уже смесь спеклась. Так что, Владимир, замеры показали? Значит, замер опять твёрдости, он показал одинаковый результат. При комнатной температуре, у нас здесь в студии 24 градуса, 53,5 единицы. То есть вот здесь тоже у нас совпадение. Ну да, и это косвенно подтверждает, что состав резиновой смеси абсолютно идентичен у обеих моделей. Ну что, у нас остались только вот то, о чём ты сказал, есть различия маркировок на боковине. И вот здесь, да, это различие есть. Есть два, как бы две маркировки, которые присутствуют на хоккопелите и отсутствуют на айконофтографе. Да, это символ листа берёзы, который говорит о том, что шина экологичная, имеет пониженный индекс сопротивления качению. Ну и чуть более важное, это индекс изображения технологии Aramid Sidewall. Похоже, что в айконе арамидных волокон в боковине нет. Да, но это, знаете, шина это компромисс. Если она чуть жёстче в хоккопелите и отчасти жёсткая боковина даёт управляемость, но при этом снижает комфортность, то айкон более комфортный, потому что боковина более упруга. Ещё отсутствует маркировка обозначения вот этого автомобиля и на какой ось у вас восстанавливается, соответственно, шина. Да, ну это больше вспомогательная такая функция. Чисто рекламная, да, она это. А так, то же самое опять, обе шины произведены в России, Made in Russia, на одном и том же заводе во Всеволожске. Вот всё, и все остальные маркировки, за исключением вот этих двух, они как бы присутствуют. Что ещё можно добавить? Взвесили мы с Андреем эти шины. Хоккопелита весит 12,3 килограмма, айкон весит 12,2. Значит, вот эти 100 грамм мы относим, возможно, что шипы в айконе полегче, и плюс отсутствие вот этих ароматных волокон. Боковина, она, наверное, может быть чуть как бы потоньше, но я не могу сказать, что потоньше. Во всяком случае, они выглядят практически, ну не практически, а идентично. Можно говорить, да, что шипы могут быть действительно полегче в айконе. Скорее всего. И если подытожить, можно сказать, количество шипов полностью идентично. Да, и 133 шипа. Вот в размере 215, 60, R17, в обеих шинах 133 шипа. Извини, перебил. Ничего страшного. В принципе, это стоило на это обратить внимание. Ну и как итог, я считаю, да и многие производители считают, что им удалось полностью заместить хакапелиту в выражении, в автографе АС-9. То есть, эта шина не на 100%, но на 99% повторяет удачную модель скандинавского производителя, благодаря тем технологиям, которые были успешно применены, заимствовав ранее, в кандинавском производителе. Они перешли по наследству, да, соответственно, к айкона. Итак, друзья, значит, сравнение сделано. Максимально объективно, еще раз повторим. Две шины с одного завода, из одной страны, произведение в России. Обе шины одного размера. В обеих шинах одно и то же количество шипов, да, как в общее, так и в пятне контакта. Одна глубина протектора, одна твердость. Значит, дальше уже, соответственно, эксплуатация покажет, насколько, если у кого-то есть опыт эксплуатации хакапелиты девятой, он может сравнить автограф АС-9. Друзья, на этом мы заканчиваем наш короткий видеообзор. Подписывайтесь на наши каналы в YouTube, Routube, Telegram и Zen. Ну и ждите следующих роликов, которые мы с Андреем уже готовим для вас. Удачи на дорогах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин